Девушки отдыхают Николай Васильевич внес неоценимый вклад в развитие этого вида спорта на полуострове. Будучи президентом Крымской Федерации тенниса, он помогал строить корты, открывать отделения тенниса в спортивных юношеских школах в городах Крыма. В Симферополе с его помощью был построен один из ведущих теннисных центров, а Крымская школа тенниса стала одной из лучших в стране. Николай Васильевич многим увлекался. Он любил петь, любил играть в шахматы. Но теннис все-таки был, ну как бы сказать, ближе всего, может быть, к его сердцу, его душе. Поэтому слово «теннис» для нас – это символ чего-то такого прекрасного, чудесного. Это как бы двери в будущее, то, что всегда его вдохновляло и придавало большие силы. Под своей эгидой турнир собрал не только юных теннисистов, но и близких друзей Николая Васильевича. Один из них – это действующий ныне президент Федерации тенниса России Шамиль Торпищев. Первое их знакомство произошло в начале 70-х годов на летних кортах Ситек Динамо. Он настоящим был человеком с большой буквы. На него равнялись, на него тянулись. Он был примером. Все его любили. Я не знаю, кто его не любил, потому что он был богат жизненной энергетикой и объективен в своих решениях. Поэтому ясно, что его с нами нет, но память о нем для нас будет вечной. Развивал теннис на полуострове Николай Васильевич вместе со своим другом, действующим ныне президентом Федерации тенниса Республики Крым Владимиром Чернышевым. Познакомились мы в далеком 79-м году. Это еще когда был Советский Союз. Мы сюда приехали, и теннис здесь особенно так не очень был развит. Мы вместе начинали. Мы начали потихонечку делать. Они сюда пригласили. Мы с супругой приехали и начали потихоньку этот теннис развивать. Николай Васильевич вот уже в то время включился так плотно, основательно. И начали мы строить корты. И в то же время он начал с 80-го играть уже сам потихонечку. И вот мы совершенствовали игру в теннис и развитие теннисной базы вместе. И вот с этого момента мы стали друг друга, как говорится, ближе знакомиться. И потихонечку, потихонечку так вот и пошло наше знакомство и деятельность Николая Васильевича. Турнир памяти первого президента Крымской Федерации тенниса Николая Васильевича Багрова проходит уже на протяжении трех лет. Для его участников и гостей вокальные номера исполнили сотрудники Центра творческих инициатив Крымского Федерального Университета. Кроме этого, юным теннисистам вручили памятные подарки. Турнир продлится до 2 июня. Антон Бизик, Евгений Ильющенко, Пресс-служба Крымского Федерального Университета. За очень короткий промежуток времени военная кафедра Крымского Федерального Университета показала феноменальные успехи. Чтобы продемонстрировать, как должны развиваться структурные подразделения, руководством университета было принято решение провести на территории военной кафедры выездное заседание ученого совета. Инфраструктура, развитие, получение нового оборудования, освоение нового оборудования, прогресс. Более того, стоит вопрос в открытии дополнительных вузов по медицинским специальностям. Поэтому эти задачи считаю важным, чтобы весь ученый совет посмотрел заодно опять же на прогресс, что это не простое вливание денег в университет, а мы видим реальные успехи. Военная кафедра организовала работу комендантской службы, которая встречала гостей и проводила им экскурсию. Все члены ученого совета увидели учебно-материальную базу и смогли поупражняться на современном учебном стрелковом тренажере, который включает электронный тир и интерактивный класс. Одним из вопросов повестки дня стал доклад о переименовании военной кафедры в военный учебный центр. С 1 сентября мы переименуемся в военный учебный центр. Это распоряжение правительства Российской Федерации. Оно предусматривает переименование всех существующих в Российской Федерации военных кафедр, военных институтов. Факультетов военного обучения в единое номинование – военный учебный центр. В повестке дня стояли следующие вопросы. Результаты оценки состояния сельскохозяйственной деятельности КФУ имени Вернацкого, объединение кафедр медицинской академии, реорганизация кафедр физико-технического института, оказание материальной поддержки обучающимся университета. Мы, как обычно, член ученого совета, будем принимать активное участие. Тем более, что на сегодняшнем ученом совете будут приниматься поправки в положение о материальной поддержке, которую мы согласовали. Поэтому я думаю, что на ученом совете по студентам все будет хорошо. В рамках ученого совета состоялось торжественное вручение наград и присвоение ученых званий. Решением Совета Крымского республиканского союза ветеранов, памятной медалью «75 лет освобождения Крыма от фашистских захватчиков» были награждены Андрей Фололеев, Евгений Крутиков и Евгения Молочка. Кроме того, грамотой за первое место на заключительном этапе Международной студенческой олимпиады по теплогазоснабжению и вентиляции наградили студента Академии строительства и архитектуры Данила Петренко, Алена Арцебашева, Евгений Ильющенко, Михаил Погомий, Пресс-служба Крымского федерального университета. Совсем скоро состоится открытие трудового летнего сезона российских студенческих отрядов. И в этом году ребят ждут Якутия, Москва, Краснодарский край и Крым. Бойцы крымского отделения РСО летом будут трудиться вместе с самым многонациональным студенческим отрядом страны Меридиан Дружбы. Да, это, я считаю, колоссальная идет работа со стороны Крымского федерального университета, со стороны Российского университета Дружбы народов. Мы в этом году в четвертый раз принимаем студенческий строительный отряд Крымстрой, который на протяжении уже трех лет работает на объектах РУДН и отлично справляется со своей работой. В этом году впервые с момента возрождения студотрядовского движения в Крыму студенты отправятся работать проводниками в составе Всероссийского студенческого отряда проводников. Помимо этого у бойцов РСО Крымского федерального университета существует традиция. Перед началом трудового семестра они возлагают цветы к памятнику в честь преподавателей и студентов, погибших в годы Великой Отечественной войны. Ребята собираются после прохождения обучения, после прохождения школ, подготовки, командных составов, линейных бойцов. И у них есть возможность этим летом показать свои профессиональные компетенции по тем направлениям, которые не представляют свои отряды. Сами же трудовые путевки ребятам вручили на концерте. И официальный старт проекту «Целина-2019» был дан. Антон Бизик, Евгений Ильющенко, Михаил Погомий, Пресс-служба Крымского федерального университета. Полуостров Крым всегда славился своими здравницами, санаториями и пансионатами. В Крымском федеральном университете обсудили актуальные вопросы адаптивной физической культуры, санаторно-курортную реабилитацию, инновационные технологии и приоритеты развития. Крым должен стать круглогодичным курортом. Но для этого надо достаточно много что сделать. Во-первых, инфраструктура и современные санаторно-курортные комплексы. Но если человек приезжает зимой, то он должен, конечно, иметь возможность плавать в бассейне с морской водой. Он должен получать возможность посещения достопримечательностей Крыма. Это все логистика, которая должна быть в общем-то предусмотрена для того, чтобы действительно Крым был привлекательный. По словам Юрия Александровича, первостепенной задачей сейчас является изменение подхода к оказанию рекреационных услуг для отдыхающих на полуострове. Конференция проходит в Крымском федеральном университете в третий раз и имеет статус всероссийской. Наш университет находится на берегу Балтийского моря. Курортология, реабилитация развиты в нашем регионе достаточно хорошо. Поэтому проблемы адаптивной физкультуры, реабилитации. Здесь действительно море сотрудничества и мы видим то, что сегодняшняя конференция поможет найти нам общие точки соприкосновения и найти область сотрудничества в этом направлении. Конференция закончится 30 мая в санатории «Черные воды» и по ее результатам будет выпущен сборник статей. Антон Бизик, Николай Шульга, Пресс-служба Крымского федерального университета. Крымский федеральный университет славится плеядой именитых ученых. В их число входит заслуженный профессор Диана Сергеевна Берестовская. В этом году автор целого ряда учебников и пособий по теории и истории культуры празднует свой 85-летний юбилей. Ученики, которые на кафедре работают, мои ученики, вот глядя на то, что я не бросаю это дело, они тоже продолжают учиться, продолжают двигаться. И надо самому не складывать рук, каково бы ни было твое состояние. Диана Сергеевна воспитала несколько поколений педагогических и научно-педагогических кадров. Специалистов в области отечественной и зарубежной культуры. Поддерживает на Крымском полуострове высокий уровень знаний истории русской культуры в высшей школе. Ее ученики достойно представляют Крымскую культурологическую школу во многих высших учебных заведениях Республики Крым. Мы сегодня собрались с учениками Дианы Сергеевны, с ее коллегами, с ее близкими людьми и вспомнили прекрасные слова о том, что красота спасет мир. Диана Сергеевна посвятила свою жизнь изучению прекрасного, изучению культуры, которая на самом деле, конечно, является важнейшим для человека, потому что именно она делает человека человеком. Поздравить Диану Сергеевну пришли ее друзья, ученики, студенты, коллеги, руководство Таврической академии, гости из других крымских университетов и, конечно же, ее семья. Я выросла у нее на всех ее работах, на кафедре, которой она долгое время руководила. И все мы – большая семья. И сейчас большая радость для нее видеть своих уже правнуков. И они отвечают ей любовью, взаимностью. И она живет, конечно, ради людей, ради детей. Это всегда так было. Празднование прошло в теплой семейной обстановке. В адрес Дианы Сергеевны прозвучало много добрых слов и поздравлений. Алена Арцебашева, Николай Шульга, Пресс-служба Крымского федерального университета. Уникальным полуостров Крым делает не только богатая природа, но и множество памятников культуры, расположенных на его территории. Тема сохранения наследия становится более востребованной. Этот вопрос и другие механизмы популяризации культурного наследия обсудили ученые и гости на научно-практической конференции «Актуальные вопросы охраны и использования культурного наследия Крыма», прошедшей в городе Евпатория. Для понимания того, где мы, кто мы, откуда мы вышли, важно сохранение и развитие, в положительном смысле этого слова, всех тех объектов, которые сегодня есть на территории республики. Потому что без этого мы никогда не сможем с вами говорить о нашем российском самосознании, о нашей российской идентичности, о ценности той территории, на котором живут народы Российской Федерации. И на самом деле это относится не только к Крыму, это относится практически к любому региону Российской Федерации. Организатором конференции выступил Крымский Федеральный университет, получивший грантовую поддержку Российского фонда фундаментальных исследований. Участниками конференции стали более ста экспертов, среди которых историки, археологи, краеведы, архитекторы и специалисты, непосредственно работающие в сфере охраны культурного наследия. Цель нашего мероприятия – это, естественно, популяризация научного знания, практического опыта, который накоплен в сфере. Ну а главное, сегодня очень активно имеют место различные общественные инициативы. И наша задача – консолидировать усилия различных сил общественности на одно общее дело – сохранение нашего культурного наследия. Один из организаторов конференции, председатель Центрального совета Всероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры» Артем Демидов отметил, что в последнее время наблюдается положительный тренд в участии гражданского общества в вопросах сохранения и охраны культурного наследия. Одним из таких движений является добровольчество. Вузы часто именно становятся такими центрами развития добровольчества. И здесь Крымский федеральный университет также заметен. Мы знаем о мероприятиях, которые проводят, в том числе уход за территориями памятников войнам Великой Отечественной войны, и многие-многие другие помощи в археологических раскопках, научная работа. Поэтому в этой части, конечно, Крымский университет заметен. И нам особенно приятно, что это происходит совместно с нашим республиканским отделением – Общество охраны памятников. Облик городов зачастую формирует именно памятники архитектуры. Это и делает их уникальными в сравнении с другими. Памятники архитектуры создают образ города, понимаете? Облик города. Для Крыма вообще очень это актуально, потому что если мы застроим сейчас, в настоящее время, Крым совершенно безликими зданиями, то мы получим смешение стилей, потерю облика, потерю среды. Этого нельзя допускать никогда. Нужно сохранять ту среду, нужно ее восстанавливать, культивировать и показывать. Конференция продлится до 30 мая. По ее итогам планируется выпуск сборника статей. Антон Бизик, Евгений Ильющенко, Пресс-служба Крымского Федерального Университета. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова